МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому неудивительно, что губернатор выступал три часа, в два раза больше, чем отводилось по регламенту. Депутаты дали добро на увеличение времени. Тем более, что для многих из них было в новинку слушать отчет губернатора. Большинство парламентариев впервые участвовали в таком прямом диалоге с областным правительством. Сохранение статистической памяти о прошлом, которое нас объединяет, поддержка традиционных ценностей национально-культурного своеобразия каждого народа, местных сообществ, инициатив и активностей, способствующие к развитию личности и территории, все это и дальше будет основным смыслом региональной политики. Губернатор уделил особое внимание региональному секрету успеха. Он напомнил законодателям, что представляла область в начале нулевых. Ежегодное сокращение численности населения более чем на 10 тысяч. И зарплата значительно ниже соседних регионов. Вдвое сократились по сравнению с советским временем уровень промышленного производства и количество посевных площадей. Изменения заметны невооруженным глазом. Но это не повод останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Губернатор назвал национальные проекты главным залогом позитивных изменений в регионе. Их выполнение будет определять стратегическое развитие области до 2024 года. И в качестве важнейшей задачи губернатор обозначил борьбу с бедностью и рост доходов ульяновцев. Достигаться показатели будут не только с помощью улучшения мер социальной поддержки. Качественные изменения ожидаются в образовании, здравоохранении, приобщении жителей к здоровому образу жизни. Мы должны подумать о тех категориях населения, которые еще недостаточно привлечены. Собственно, они дадут тот прирост, результаты 55%, о которых поставлена задача, то есть в 2024 году обеспечить 20-55% занятости населения физической культурой и спортом. Здесь резерв большой – это трудоспособное население, те люди, которые работоспособны и которые пока мало охвачены, к сожалению, в этом направлении. И, конечно, это ветераны. Не менее важен для области национальный проект «Культура». Участие в нем позволит существенно обновить более 50 школ искусств и два училища культуры. Вторым направлением станет развитие чтения в регионе. Губернатор призывал активно включиться в борьбу за предоставление Ульяновского статуса всемирной столицы книги. Это невозможно без развития библиотечного дела в регионе. Модельный библиотек, например, 32, а у нас сельский библиотек 520. Конечно, хотелось бы, чтобы их больше стало, но как бы идем постепенными шажками. И то уже хорошо, что вот каждый год 2 миллиона рублей мы 4 библиотеки открываем. Это очень хорошо. Губернатор уделил внимание сельскому хозяйству. Объем производства зерна должен вырастить через 5 лет в полтора раза. Добиваться рекордного показателя будет в том числе и оказанием помощи сельхозпроизводителям. Потребка операции. Потребка операции, то есть это выделена сумма вдвое выше, чем в прошлом году. И в итоге суммарная поддержка, вот именно грантовая, она существенно выросла в этом году. И уже мы планируем, чтобы хотя бы, ну, около 41-42 человек получат именно начинающие фермеры гранты. А в сумме это будет где-то около 55 грантов. То есть это существенно увеличит темпы развития наших фермеров. Безопасные качественные автомобильные дороги. Этот национальный проект губернатор также обозначил в качестве приоритет в своем отчете. Причем эта тема непосредственно связана с развитием сельских территорий. Провели в порядок федеральные, региональные дороги. Но вот считаю, что мы уже много делаем для развития сельских дорог. Но это должно стать одним из приоритетов на 19-е, 20-е и последующие годы именно строительство дорог. Потому что мы понимаем, нет дороги, нет развития основной инфраструктуры. Строительство, экология, привлечение инвестиций, широкое внедрение цифровых технологий. Эти и многие другие направления губернатор обозначил в числе основных. А закончил глава области словами нашего земляка. Сегодняшнего именинника, Владимира Ленина. А человек сует не потому, что он о себе говорит или думает, а потому, что он делает. И выразил надежду, что потоком перейдет развитый и процветающий регион. Егор Тестов, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова